Приветствую, дорогой друг! На связи Роджан. И сейчас мы будем продолжать проходить Stronghold Crusader Warchest. Сегодня мы будем проходить аж несколько миссий. Это 58-я, 59-я и 60-я. Я надеюсь, что у меня получится пройти именно три миссии. Наверное, начать стоит с небольших объяснений. 58-ю миссию мы будем проходить дольше всего, потому что она действительно довольно сложная. И нам нужно отвезти лорда к двум парням, которые находятся на том берегу, то есть к Эмиру и Визирю. А рядом с Эмиром, с другим выставить ассасинов в нефти. Но изначально нам нужно немножечко развиться. То, что я делаю, вы сейчас видите на своих экранах. То есть я запрашиваю какое-то определенное количество ресурсов. Яблоки не пробуйте запрашивать, это была моя ошибка, это просто лишние потраченные секунды. А также можно было уже сразу восстанавливать ассасинов где-то примерно у нефтяной... Наверное, я не знаю, как это... Лужа, я бы ее, наверное, так бы назвал. Короче, в общем, в болото. Далее мы просто нанимаем ассасинов, делаем здесь яблоки, просим у маршала как можно больше ресурсов, так как он хранитель денег, он больше нам ничего не сможет сделать, ничем не сможет помочь. Мы сами должны быстренько со всеми расправиться. Ну и мы ничего больше не строим, кроме почтительности и яблоневых садов. И все. Почтительности нужно будет выстроить очень много, поэтому не скупитесь на почтительность. Я даже не знаю, сколько я буду выставлять. От 20, наверное, я буду выставлять точно. А там уже посмотрим, как получится. Типа, тут нормально получается. Вот. После того, как мы все это дело поставили, мы нападаем на эмира, на первого эмира. Там он не должен загородить замок. Следовательно, после этого уже, после того, как он загораждает замок, нам уже напасть никак не полу, у нас не получится никак напасть. То есть нам нужно напасть до того, как он загородил замок. Соответственно, после того, как мы его убиваем, мы дожидаемся остатки ассасинов, которые придут к этой же группе и замкнутся с группой. Короче, попробую пояснить по-другому эту механику струмхолда. Типа, если у вас 20 воинов в одной клетке и 25 воинов в одной клетке, 25 воинов намного сильнее. Именно из-за этого нужно дождаться, пока ассасины придут. Дальше мы ведем войско на визире, если у нас получится. При этом нам надо уничтожить арабский лагерь у эмира, чтобы он не нанялся, потому что вы уже видите, как у эмира Амара очень много воинов выходит, и вы, ну, как бы, понимаете, что эти мечники могут раздербанить все наше войско к чертям. И мы будем убивать визиря, затем убьем эмира, таким образом. Также нужно будет помогать лордам. Давайте я расскажу вам по поводу учебы. Ну, по поводу учебы, знаете, нам преподают такие предметы, типа, ну, знаете, учусь, в общем, на инженера-программиста, и при этом, ну, вообще, короче, на программиста, но по факту у меня получается инженер-программист, и то есть мне там преподают много всякой ерунды другой. И прикол в том, что, типа, очень много всякой ерунды вот этой вот преподается, ну, как вам сказать, блин, я даже не знаю, типа, очень много всякого всякой воды преподается, которая вообще не нужна. То есть зачем мне, например, экономика, например, да? Или что-то связанное с экономикой. Я лично вот вообще не могу понять. А программирование у меня, ну, по факту, было один семестр, да? Два семестра, да? Один год. И один курс, получается. И всё, что я там научился делать, это, наверное, всё, что до ООП. Ну, мы, в общем, дошли до ООП, типа, мы такие крутые, как бы, мы умеем пробовать на ООП, нам никто ничего не объяснял, это было всё самообразование, ну, вы, в общем, понимаете. Это такая же ерундень. Ну, здесь у меня хорошо получилось лордам заагрить мечников Эмира, чтобы они просто, ну, с ними ассасины не сражались, и ассасины просто взяли, прошли в замок и уничтожили Эмира очень быстро. Здесь есть ошибки, но их не так много, и выиграли бы они максимум, ну, секунд, я бы сказал бы, 30, наверное, но можно и 20, но лучше у меня просто не получилось. И не получалось. Я не знаю, как сейчас получится или нет. Я надеюсь, что это будет лучший результат. Просто вот надеюсь. Это будет очень классно. То есть тебе нужно по факту разобраться, что такое искусственная нейронная сеть, там какие-то там всякие математические навороты от Фурье, бла-бла-бла, в общем, я тут много слишком заумных слов говорю. Я думаю, уже это, наверное, неинтересно слушать. Я просто о том, что там действительно всё прям вау-вау-вау. Если хотите, прогуглите, понятное дело, ну, не гуглите, конечно, я не советую. Типа, вам это знать не надо, ни к чему. Если, конечно, у вас есть желание, то можете это сделать. Но вам это знать лично ни к чему. И у меня такое мнение, что вот то, о чём я рассказываю, я рассказываю, ну, чисто ради интереса, а не для того, чтобы вы это там запомнили, скажем так. Кстати, вот мне интересно, как люди проходят восьмую миссию здесь. Ну, 58-ю, да? С двумя мирами и визирем, потому что миссия-то действительно очень сложная. И маршала, ну, прям сложно выкурить. Ну, вас с маршалом сложно будет выкурить. Вы, типа, должны занимать этот остров, как бы, и всё. И как-то примерно так получается. Наверное, я всё-таки оказался прав, что миссия действительно сложная, потому что, ну, это что-то прям какая-то совсем жесть. И я, конечно, ну, не знаю там, как сражается эмир, ну, на дальней дистанции, ну, не знаю, как это назвать, на, наверное, скорее всего, длительной дистанции. На длинной дистанции, вот. Правильно, как назвать. Вроде сражается нормально, а вроде бы у него нет никаких осадных орудий. И потом, может быть, они появляются, да? Я просто не знаю, катапульта появляется у него или нет. Наверное, появляется катапульта, и надеюсь, конечно, во всяком случае. Иначе он слишком слабый тогда получается, да? Но, на самом деле, он бой очень жуткий даёт. И я не зря его, как бы, выделяю. Очень хороший бой даёт. Так, ну, дальше, что я могу сказать? Дальше я стараюсь улучшать результаты по миссиям. Надеюсь, что у меня что-то получится интересненькое. Здесь у меня попыток ещё немного прошло. Пытки, наверное, 4. Вот это 5. И, как бы, вроде бы у меня что-то получается, вроде бы что-то даже не получается. Вроде бы всё нормально. Там я отметил в комментарии, что я хочу сделать одну новенькую вещь. Я не буду спойлерить, что это, но я надеюсь, что это будет. И надо бы уже, наверное, что-то сделать по Киндемсу, в конце концов. Там разобраться, посмотреть, что есть, нет по Киндемсу. У меня. И сделать. На самом деле, есть много чего, но дело в том, что это всё действительно надо разбирать. Там много часов, и я хочу это просто сократить до более-менее информативного ролика, для того, чтобы, ну, вам было комфортно просмотреть. Я, как бы, обещал две части. Вот. И мне хочется реально сократить это, ну, хотя бы, уложить это где-то минут, хотя бы в 20, я не знаю. Ну, чтобы это было прям что-то основное, и там хорошее прям. И потом ещё у меня несколько роликов по Киндемсу будет. Возможно, я даже в него вернусь. Поиграть. Запишем, наверное, обучение, если Мир Волка ещё не закрыли. Я, наверное, попробую в Мире Волка что-нибудь намутить, потому что я там нормально так карточек себе поднимал, и нормально так карточек себе расходовал. И там, я могу вам сказать, ну, не так уж сложно карточки поднимать, расходовать и тому подобное. Вам просто нужен один замок, а дальше вы разбираетесь. Потому что два замка у вас будет нормально так атаковать. Один замок, вас никто трогать по факту не будет. Ну, если только вы, конечно, не будете нарушать правила, как это делаю я, в принципе, да? Там какие-то негласные правила есть. Ну, мне плевать, мне там буржуи всякие пишут, что, типа, Юр... Короче, не буду я свой английский говяный использовать. В общем, ты нарушаешь правила, типа. Я такой, ну ладно, окей. Бывает. И всё. Как-то так. Вот я про 60-ю миссию говорил в том выпуске, что я буду вот так вот делать. Ну, с пехотинцами. Это я что-то просто сказал последнее. У меня просто мысля остановилась на вот этой вот 60-й миссии. И я что-то, когда говорил последнее, имел в виду 60-е, на самом деле, ну... Ну, вы понимаете, в общем, я затупил. Как бы это можно распознать как угодно. Как, например, больной человек начал рассказывать не понять о чём. Я, естественно, понятное дело, даже этого не заметил. То есть, как бы, вроде бы, ну, монтировал, да, и только после этого заметил, а потом думаю, блин, перезаписывать сейчас голос и удалять его. Ну что, типа, я буду втихую сидеть? Ну окей, ладно. Ну это, типа, полный бред. Я и так там сидел довольно нормально так втихую. Вот. В общем, посмотрим, что получится. Посмотрим, что получится. Надо бы ещё поиграть в Stronghold 3 и в Stronghold 1. Я вот так помню. Вот. Сделать вот эту новенькую фишечку и посмотреть, что там по поводу киндемса. И чё-то сделать. Ну, а с вами был Роджин. Подписывайтесь, ребята. Накидайте мне лайкосов, чтобы меня продвигало, чтобы мне действительно было прям в кайф делать ролики. Пишите. Отвечу вам абсолютно на любой вопрос, который у вас есть. Ну, наверное, кроме одного. Что ты делаешь вот на данный момент, что ты так пытаешься что-то скрыть? Потому что будет неинтересно потом. Это будет называться спойлером. Ну и до встречи, ребят, до следующего выпуска.